Всем привет! Вы на канале Сергей Кончаренко. Сегодня вот такая вот маленькая, она же плоская посылка, такая впечатление, знаете, как будто она пустая, но нет, не пустая. Здесь находится, наверное, самая дешевая, или может быть, одна из самых дешевых USB-флэш накопителей. Обычная USB-флэшка. Давайте откроем, посмотрим, что это за флэшка. Ну, знаете что, мы не только откроем, посмотрим, мы еще ее проверим, и проверим, вы знаете, проверяем мы практически по всем статьям, именно и на реальный объем, и на скорость, и причем все, возможно, что не один раз. Так, да, действительно, она маленькая, фирма, и я даже не знаю, как фирма называется, сейчас вам скажу, Хабода, Хуба, короче, проще я ссылку оставлю в описании под этим роликом, сами посмотрите. Приходит в вот таком вот пакете, больше никакой упаковки нет, сама флэшка, почему я взял ее? Потому что, посмотрите просто на ее размер. Вот это вот вся USB-флэшка, да? Есть вон там надпись бренда, а еще есть вот такое тушка для того, чтобы подцепить шнурок туда, или вообще я в идеале думал, надеть на брелок и забыть за нее. Вообще идеально, потому что, ну, вот так вот примерно она будет выглядывать из вашего USB-гнезда. Вот это вот буквально будет торчать, так что необходимо здесь либо ключи, либо шнурок для удобства ее использования. Так, давайте, естественно, это, я думаю, USB 2.0, давайте посмотрим. Да, USB 2.0. По стоимости, ну, на момент записи видео, а это апрель месяц 2019-го, 32 гигабайта, чуть-чуть меньше 3 баксов, цена, ну, считаю, замечательная. Если будет, конечно, работать. А если не будет работать, ну, будем как-то решать это все с продавцом. Так, давайте смотреть к ПК, как она работает, и будем тестировать. Наша флешка определилась. Давайте посмотрим реальный объем. Реальный объем 29,9 гигабайт. Можно сказать, 30 гигабайт ровно. Отформатирована она в файловой системе FAT32. Форматируйте, как хотите. Помните, что в файловой системе FAT32 больше 2 гигабайт, не помню, или больше 2 гигабайт, или больше 4 гигабайт. Одним файлом не сбросите на флешку. Если хотите какой-то хороший фельмец в хорошем качестве сюда, ну, как-то нужно переформатировать в NTFS. Давайте теперь посмотрим тест по скорости. Вот наш USB накопитель 30 гигабайт. Давайте быстрый тест пройдем, а потом еще усредним значение где-то хотя бы 3 теста, чтобы знать точную скорость. Итак, смотрите, тест завершен. На чтение у нас 23,5 мегабайт в секунду, на запись 26 мегабайт в секунду. Как видите, даже на запись немножко больше, чем на чтение. Если мне не изменяет память, то USB 2.0 максимальную скорость может выдать, это 30 мегабайт в секунду. Это все при идеальных условиях, точнее при идеальной памяти, идеальном ПК, и идеальном коннекте на всех разъемах, на всем, чем можно. Может выдать до 30 мегабайт в секунду. У нас, я так скажу, еще неплохие показатели. Полный тест у нас также завершен. Здесь по скорости записи считывания практически ничего не изменилось. Все на том же месте, а вот некоторые параметры не совсем радужные. Ну, в принципе, давайте теперь посмотрим, как в целом это будет все в работе отображаться. Ну, вот сейчас на примере копирование одного гигабайтного файла. Смотрите, скорость... Ну, как-то печально, печально. Может, чуть-чуть позже подвинется. 350 килобайт в секунду. Это, честно говоря, очень мощно. О, немного подросло. Но все равно какая-то она, конечно же, нестабильная. Вот, 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 вот. Теперь все нормально. Смотрите, стабильная скорость держится 20, 19, 20 и проседает. Потом опять поднимается. Ну, у нас море получается, да? Море волнуется раз, море волнуется два. Итого, как вы видите, скорость прыгает. Есть 10, есть 20, есть 25, а есть и 5. Вот, смотрите, 20, 19, 17, 15, 10, 13, 12. Ну, так. Ну, и последний тест, это тест H2TSW на реальную емкость данного накопителя. Ну, и скорость точно так же можем померить. Так, смотрите, USB накопитель 29,9 гигабайт. Его мы сейчас считываем, его мы, точнее, перезаписываем и считываем. Итак, запись у нас пошла. Да, смотрите, ну, изначально 12 мегабайт в секунду. И примерно в этих 11, 12, 12. Примерно в этих пределах есть 13 и держится. Ну, давайте все-таки вернемся уже после окончания теста. Заодно посмотрим и реальную емкость, реальный объем данного накопителя, ну, и скоростью в целом. Ну, и так, смотрите, настолько минимально, миниатюрно выглядывает данная флешка. Ее достать практически нереально пальцами так. Ну, как, реально просто, не может, не сильно удобно. Зато такие вещи удобно, те, кто берут в автомобиль, в магнитолу, ее вообще не видно и никак не зацепить, и никак она не будет мешать. Ну, и смотрите, здесь тест также завершен. Все данные полностью записались и все данные полностью считались. И по скорости, конечно же, здесь немного не такая радужная картинка. Если ее усреднить, то, смотрите, средняя скорость это почти 13 мегабайт в секунду. Это при постоянной, непрерывной записи на данную флешкарту. 30 гигабайт записи заняло у нас 40 минут. Дальше у нас пошло считывание, то есть все данные записались здесь. Точно так же в этом блоке они все считались. И скорость, постоянная скорость считывания 21 мегабайт в секунду. Понадобилось 24 минуты на это все. С этого получается вывод, что данный USB флеш-накопитель полностью соответствует его емкости, ну и заявленным характеристикам. Как для USB 2.0, это, в принципе, практически половина от максимальной скорости, которую может применять. Если учитывать запись на считывание, все довольно-таки неплохо. Ну и для чего можно использовать такой вот флеш-накопитель? Как я и сказал, либо магнитолу для музыки можно использовать, туда бешеная скорость никакая не нужна, либо на брелок для ключей, чтобы закинуть какую-то информацию, которая в любое время вам может понадобиться. Это не огромный массив каких-то данных, а какой-то документ, файл, небольшая программа, либо же там музыка, либо фильм, и вы в любое время сможете его всегда подключить, так как ключи в большинстве случаев всегда с вами. В целом, как показывает практика, флешка адекватная, ей пользоваться можно, но по скорости есть такие вот небольшие ограничения, не столь хорошие, как в USB 3.0. Ну и цена, естественно, у нас соответствует. Ссылки на вот этот вот USB накопитель я оставлю в описании под этим роликом. Если у вас остались какие-либо вопросы, пожелания, замечания или предложения, пишите об этом в комментарии под этим видеороликом. Всем, кому данное видео чем-то понравилось или было полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, на наши соцсети, не забывайте о моем втором канале, там выходит очень много интересных видеороликов. Делитесь этим видео с друзьями, знакомыми и близкими, ведь многим данный видеоролик может быть полезен. Ну и всем спасибо за просмотр. Всем пока, до новых встреч.